Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина. И смотрите в этом выпуске. Почти сутки в непроходимом лесу. В Большеречи продолжаются поиски трехлетнего мальчики. Добровольцы сотнями прочесывают территорию, но пока безрезультатно. Большая перезагрузка в детских поликлиниках. Это будет в каждом лечебном учреждении для оказания полноценной медицинской помощи деткам. За счет чего сберегут время и нервы пациентов. Известные полотна Врубеля, Довинчи и Рубенца, вышитые крестиком. Каждый крестик я вот эту любовь попыталась вышить. В историческом парке представили работы омской рукодельницы. И просят о здоровье, благополучии и семейном счастье. Православные отмечают медовый спас и начало Успенского поста. Добровольцам, отправляющимся на поиски трехлетнего Коли Бархатова, советуют взять с собой навигаторы. Их поисковикам очень не хватает. Также нужны люди, которые умеют ходить по тайге. Болотоход, рации, компасы, фонари и аккумуляторы. Поисковая операция набирает обороты, а мечи массово выезжают в Большереченский район. Кто-то даже специально отпрашивается с работы. Мальчик потерялся накануне днем в лесу рядом с селом Новологинова. Оно окружено лесами и болотами, поэтому вести поиски там очень сложно. Сейчас ребенка разыскивает больше 400 человек. Это спасатели, полицейские, кинологи, конные отряды, местные жители и волонтеры. Профессиональные поисковики сегодня утром прилетели из Москвы. Они привезли квадрокоптер и специальное оборудование. Ищут ребенка на земле и с воздуха. К поискам подключили вертолет Росгвардии. На данный момент это работа на площадь выше 40 квадратных километров. Территория делится на квадраты. И каждый квадрат закрывает небо и земли нашими поисковиками. Ребенок на данный момент не найдем. Но мы не намерены останавливаться. Будем расширять зону поиска. Будем привлекать и в дальнейшем неравнодушных граждан. Есть информация, что удалось найти лишь пакет с конфетами. Его, вероятно, Коля брал с собой. Но самого мальчика до сих пор не нашли. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. Поиски уже длятся почти 20 часов. Однако, несмотря на это, надежда найти мальчика живым остается. Тем более, что в практике омских поисковиков есть подобные истории со счастливым концом. Одна из самых резонансных произошла в мае 2014-го. Тогда с территории дачи в Омском районе ушла трехлетняя Саша Спиркина. Почти сутки девочку искали полицейские и волонтеры. Прочесывали поля и лесные массивы. Спустя 20 часов поисков ребенка обнаружили в 12 километрах от дома. Саша была голодна и сильно напугана. Но главное, жива. И к другим темам. Омскую полицию временно возглавил Евгений Быков. Он сменил на этом посту Алексея Меркушова. Его, напомню, накануне уволили за драку с машинистом электропоезда в московском метро. В отношении Меркушова продолжается служебная проверка. Евгений Быков в органах внутренних дел работает с 1995 года. Окончил Омский юридический институт. С июня прошлого работал заместителем начальника Омской полиции. Детские поликлиники станут бережливыми. В ближайшие два года такой статус получат 85% лечебных учреждений в городе и области. Их ждет масштабное переоборудование. Поменяют старые окна, организуют комнаты матери и ребенка и игровые зоны. В поликлиниках будут беречь нервы и время пациентов. По-новому организуют работу регистратуры. В фойе будет встречать администратор, который ответит на вопросы, поможет записаться на прием через электронный терминал. Это сократит время ожидания для пациентов в четыре раза. И главное, для больниц приобретут современное оборудование. Среди них УЗИ-аппараты, приборы исследования глаз и велотренажеры. В этом году переоснащение ждет 10 клиник. Остальные переоборудуют в следующем. Работы идут в рамках нацпроекта. Деньги выделили из областного и федерального бюджетов. Приобретение современного оборудования позволяет своевременно и качественно диагностировать какое-то заболевание, наметить лечение, профилактику. Это будет в каждом лечебном учреждении. То есть цель национального проекта 100% дооснастить кабинеты узких специалистов современным требованием для оказания полноценной медицинской помощи деткам. Большинство фасадов жилых домов на центральных магистралях отремонтируют к 1 сентября. На многих объектах подрядчики сейчас уже завершают штукатурные работы. Напомню, на первом этапе в программу включили 169 многоэтажек. Цена вопроса больше миллиарда рублей. Таких средств никогда раньше не выделяли. Фасады в Омске ремонтируют впервые за долгие годы. Деньги из федеральной казны. Об этом в Москве договорился губернатор. За качеством работ дополнительно следят общественники и управляющие компании. Гарантия 5 лет. Если за это время выявят недочеты, строители устранят их за свой счет. Срок сдачи объектов 1 октября. Но большинство работ строители обещают закончить на месяц раньше. Отмечу, что Александру Буркову также удалось договориться с федеральным центром о выделении дополнительных денег на капитальный ремонт домов. А это еще миллиард рублей. А значит масштабное обновление города продолжится. Большой ремонт начался и в Советском парке. Строители уже убрали практически все старое покрытие на главной аллее. Завезли песок и готовят подушку для укладки новой тротуарной плитки. Чуть позже займутся благоустройством спортивной зоны и будут постепенно продвигаться в сторону бульвара Петухова. До 15 октября в Советском парке также должны сделать новый центральный вход и установить на главной площади объемные надписи «Привет, Омск» и «Парк Советский». Работа продолжится и в 2020-м. Тогда в парке обновят пешеходные дорожки и разработают документацию для будущей реконструкции лестницы. За то, чтобы парк получил вторую жизнь, проголосовали сами о мечи. Он вошел в число 13 объектов, которые будут благоустроены в нынешнем году. Среди них также бульвар Победы, роща Восточная и аллея ветеранов поселки Степной. В Омских лесах разложили больше сотни приманок с препаратом от бешенства. Вакцина в основном предназначена для лис и енотовидных собак. Они, по словам ветеринаров, главные разносчики смертельно опасного заболевания. Ежегодно от бешенства умирает больше 60 тысяч человек по всему миру. Оно одновременно поражает спиной и головной мозг. Впрочем, в Омске с каждым годом очагов инфекции становится меньше. Сейчас в регионе выявили 9 потенциально опасных точек. Там объявлен карантин, привиты 40 тысяч домашних животных. А новая приманка с вакциной, по словам специалистов, поможет сократить количество очагов бешенства до минимума. Какую поддержку омские школы получат от Русской академии наук, сегодня расскажет секретарь комиссии РАН Александр Соломатин. В рамках рабочего визита в Омск он пообщается с директорами школ, которые станут базовыми организациями Академии наук. В нашем городе этот статус получат 115 и 19 гимназии, а также лицей номер 64. Здесь ученики будут углубленно изучать математику, физику и гуманитарные науки. Не только в старших классах, но и с начальной школы. Организуют и научно-исследовательскую деятельность, курировать которую будут местные преподаватели и маститы-ученые. Добавлю о создании базовых школ Российская академия наук объявила в феврале. Участие в масштабном проекте примут 110 школ в 32 регионах страны. Это по задумке организаторов будет способствовать объединению среднего образования и науки для подготовки будущих ученых. Тем временем стало известно, что больше половины российских школьников готовы отказаться от смартфонов на время уроков. Это результаты опроса, проведенного Министерством просвещения и Рособорнадзором. Тест показал, что 61% учеников не против, если преподаватели запретят им пользоваться гаджетами в процессе занятий. Оставлять мобильные в сумках согласны и учителя. Только треть педагогов уверены, что должны быть всегда на связи. Что касается родителей, то практически все высказались за то, что телефоны препятствуют усвоению материала. В основном школьники пользуются гаджетами ради игр и соцсетей. А это, уверены мамы и папы, негативно влияет на оценки. Амичи смогут спеть с ведущими вокалистами Омской филармонии. Причем иметь тонкий слух и голос с диапазоном в несколько октав для этого не обязательно. Выступить на одной сцене с профессиональными хористами можно будет уже в эту субботу. 17 августа в парке на Королево пройдет самый масштабный музыкальный опен-эйр. И на этот раз все гости симфопарка станут не просто слушателями, а непосредственными участниками процесса. Начиная с 13 часов исполнят известную мелодию из девятой симфонии Бетховена. Ее называют «Одой к радости». Кстати, и Петя мечи будут на камеру. На основе записи смонтируют видеоклип, посвященный юбилейному 80-му сезону Омской филармонии. Премьера состоится во время большого праздничного концерта 15 мая следующего года. Царевна-лебедь и сидящий демон Врубеля, неизвестная Крамского и еще десяток точных копий мировых шедевров представили в историческом парке Омска. Известные полотна вышиты крестиком Амичкой Татьяной Музгалиной. Рукодельница старалась максимально точно передать мазки именитых художников Брюлова, Рубенца и Леонардо да Винчи. На выставке Амичи смогут не только насладиться красотой полотен, но и сами пристраститься к вышивке. Мастер-классы здесь будут проводить каждый четверг и субботу. Как рождаются шедевры уже увидел мой коллега Максим Бричанин. Сто оттенков. Именно столько использует мастер при создании своих шедевров. Каждый день Татьяна Мазгалина вышивает по 12 часов. Старается усложнить работу, насколько это возможно. К примеру, выбирает полотна большого размера, использует самую тонкую канву и вышивает в одну нить. Такой ювелирный труд не прощает ошибок, потому творить приходится с особой аккуратностью. Сложность еще и в том, что все картины Татьяна создает по своим, авторским схемам. Самая дорогая работа, это, конечно, моя первая работа. Ну и, как правило, работой, которой последней занимаешься, она получается, ну, пока ты ей занимаешься, но она получается самая дорогая. Ты же в данный момент с ней. Вот. А первая работа у меня хранится у дочери в Шотландии. Там она, конечно, вышита не так профессионально, но она любимая. Во-первых, потому что дочь. Во-вторых, потому что я очень люблю. И в каждый крестик я вот эту любовь попыталась ей вышить. До исторического парка картины автора выставляли и в галерее регионального министерства культуры. Репродукции полотен Эдгара Дега и Леонардо да Винчи, Ивана Крамского и Михаила Врубеля. Уже появились и почитатели таланта омской вышивальщицы. Ну, конечно, это необыкновенные картины, адский труд. Вот именно крестиком и такие большие полотна, это, конечно, заслуживает уважения. Эта женщина, она, конечно, молодец. В каждой картине Татьяна стремится к достоверности. Так, например, работая над полотном по мотивам голландского художника «Девушка с жемчужной сережкой», мастер долго подбирала шелковую нить именно жемчужного оттенка, чтобы сделать в итоге всего несколько стишков. А платок «Царевный лебедь» по шедевру Врубеля мозгали навышивала особыми серебряными нитками. Благодаря этому удалось передать мистичность и отстраненность. Именно таким образ получился и у великого художника. Какой сюжет ляжет в основу следующего произведения, автор пока не знает. Но, говорит, выбирать будет, как и прежде. Сердцем. Никита Гайдаш, Александр Саражин, Максим Гречанин, 12 канал. У православных всего мира сегодня начался Успенский пост. Главная праздничная служба в Омске прошла в Кафедральном соборе. Это наш город, это наша история, это часть жизни нашей. Мы часто здесь бываем. Я на причастие кривала ребенка, и сегодня начинается Успенский пост, Медовый спас. И вот праздник, на причастие кривали ребенка. Четыре поста у нас в году. Великий пост придерживаюсь, а пока что остальные не решаюсь. Ну, начинаю, начинаю только восторговляться. Успенский пост продлится до 27 августа. Это последний многодневный пост, при этом самый короткий, а по строгости второй после Великого. Две недели верующим нельзя есть мясную и молочную пищу и морепродукты. Только 19 августа разрешена рыба. Сегодня православные просят о здоровье, благополучии и семейном счастье. Пост преследует цель духовную. Это более плотное общение с Богом. Это умная молитва. Это подготовка себя, по сути, к тому, что придется предстать пред Богом когда-то. Что дадим тогда? И вот здесь зачастую мы можем с вами и не кушать-то ничего, но телевизор смотреть или интернет, или еще очень много информации различной принимать столько, что и пост нам будет, по сути, бесполезен. Потому я, конечно, бы желал, чтобы мы все с вами попастились постом приятным, где-то вошли в тишину. В первый день Успенского поста верующие отмечают и медовый спас. С этого дня разрешалось есть овощи, а пасечники начинали сбор меда и его освящение. Но завершится пост успением Богородицы. Этот день лучше провести рядом с родными и близкими. И последнее. Россияне, возможно, будут работать меньше. Госдума намерена разработать законопроект по переходу на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты. По мнению законодателей, это позволит людям получить больше времени на отдых с семьей, самообразование или заботу о своем здоровье. Одним из важных пунктов инициативы – это сохранение прежнего уровня заработной платы и ее индексация в связи с ростом цен. Ранее о сокращении рабочей недели высказывался Дмитрий Медведев. Премьер отметил, что за таким форматом будущее. Однако врачи не уверены, что четырехдневный рабочий график пойдет россиянам на пользу. Но эксперты полагают, что в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше фобий и неврозов. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде завтра, 15 августа по Омской области. Переменная облачность, местами дожди и грозы. В районах ночью 13-15 градусов тепла, днем до плюс 25. В Омске ночью 14-16 со знаком плюс, днем 22-26 тепла. Ветер северный, 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. На этом пока все новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова